Доброго времени суток, слушатели моего канала Наблюдатель Реальности. Сегодня хочу я затронуть такую тему, как счастье и его заменители. Я начну немножко издалека, но вы поймете все, к чему это я, при дальнейшем моем повествовании. Когда мне было 6 лет, я научился читать и постепенно начал читать разные книги в огромных количествах. Конечно, в таком возрасте сложно понимать книги по философии, религии или просто различную классику, поэтому моим делом была литература попроще, фантастика и приключения. Я читал книги запоем, не мог оторваться, пока не прочел очередную книгу. Я переживал все события вместе с героями книг. Я думал о магах, волшебниках, рыцарях, драконах, космических кораблях, внеземных цивилизациях и многом подобном. Теперь я могу проанализировать, а что конкретно мне дала эта литература. Любить она меня точно не научила, быть добрым нет. А что тогда? У меня развелось воображение. Я создал свой собственный внутренний мир, в котором мне нравилось находиться более всего. Я научился отключаться от реальности и погружаться в себя настолько, что просто не замечал, что происходит вокруг. Ну а как следствие всего этого появился дух одиночества и нежелание строить отношения с людьми. Нежелание работать над самим собой и рутинность повседневной жизни и многое другое в таком же роде. Грубо говоря, мне в этом мире стало неинтересно. Я живу в нем только потому, что надо есть и спать, учиться и работать. Но мне все это неинтересно. И при любой возможности я пытаюсь окунуться в мир фантазий и грез с головой. Именно в нем начинается моя настоящая в кавычках жизнь. В этом мире нужно работать над собой, чтобы построить гармоничные отношения с окружающими. Надо прикладывать усилия меняться. А там, в выдуманном мире, в этом нет необходимости. Я и так уже герой в кавычках. Однажды я ехал в автобусе. Просто ехал и смотрел в окно. Вдруг моя фантазия понесла меня вперед. Мне представилось, что происходит авария и наш автобус не может справиться с управлением. Он переворачивается и на огромной скорости летит в сторону Северского Донца с моста в районе Соломина. Падает с моста в реку и начинает тонуть. Я стал озираться по сторонам. Как без последствий пережить эту аварию? Автоматически схватился за поручни, растопырил ноги так, чтобы удержаться на месте. Фантазия неслась дальше. Я уже думал, как выбраться из тонущего автобуса. Я разбил заднее стекло автобуса железной табличкой с номером автобуса. Выбрался сам и помог какому-то парню. Отправил парня за тягачом, а сам начал вытаскивать пассажиров. В итоге всех спасли и пассажиров, и автобус. У меня брали интервью, и я даже продумал текст своего выступления, которая заканчивалась фразой «Да что вы! Каждый поступил бы на моем месте так же». Вся эта картина появилась в моем воображении. Я был счастлив, потому что я герой, я помог людям. Я наслаждался собственным триумфом, хотя надо заметить, что он был придуманный. Но, тем не менее, радость была настолько сильная, что я совершенно не заметил, что рядом со мной стоят пожилые люди, а я даже не уступил им место. Но ведь это и не важно, кто обращает внимание на такие мелочи, когда в твоих руках жизни десятков людей, и только от твоей храбрости и смекалки зависит их жизнь. В детстве я был слабым и трусливым ребенком. Мне всегда было страшно, что меня будут обижать, что меня кто-то ударит, поэтому я всегда избегал разных компаний, сильно боялся темноты и разных неприятностей. По идее нужно развивать смелость, но ведь это трудно, можно произвести замену и развивать воображение, в котором ты и так герой. Я представлял себе, как я побеждаю плохих парней, какие удары я им наношу, как они оказываются унижены. Я упивался своей смелостью. Однажды группа ребят избила меня, так еще несколько лет после этого я представлял себе, как я их встречаю и как я побеждаю их. Но в реальности я бежал от своих страхов, и чем больше бежал, тем больше мне требовалось погружение в кавычках в мир грез. Это же естественное желание любого мужчины быть сильным, быть защитником, и если не получается в реальности, тогда можно в фантазиях. Но также это развращает душу, я становился более злым. То же самое происходит и с противоположным полом. Когда ты скромный, застенчивый, неуверенный в себе и не можешь строить отношения, то очень легко заменить реальность фантазией. Ну, например, ты идешь по улице и слышишь крики о помощи. Это плохие парни обижают девушку. И ты, конечно, не раздумывая, бросаешься на них и сначала плечом вырубаешь одного, потом ногой бьешь по голове того, кто склонился над девушкой, и прямым ударом в челюсть укладываешь на землю третьего соучастника преступления. Нога болит, и рука разбита. Даже лучше, если тебе тоже разбили губу или еще что-либо. Но ты берешь девушку на руки, потому что она от шока потеряла сознание, и несешь ее в больницу. Сидишь всю ночь у ее постели, а когда она приходит в себя, то становится твоей возлюбленной, с которой вы жили долго и счастливо, и умерли в один день. Примерно такая история. Точно так же может быть и в семье, когда мы вместо того, чтобы любить друг друга и принимать такими, какие мы есть, или хотя бы работать над собой, бежим от проблем и думаем, что виноват другой, не мы. И тогда легко можно начать мечтать о другом или другой, той, которая является воплощением нашей мечты, с которой мы будем счастливы без усилий. Иисус говорил, что такого рода мысли уже греховны. Наверное, как раз для того, чтобы мы не позволяли фантазиям подобного рода уносить нас в мир соблазнов, а прикладывали усилия, чтобы просто любить своих мужей и жен, какими бы они ни были. В том, что наши семьи не являются воплощением истинной любви, скорее всего, виноваты мы сами. И именно мы не хотим меняться и предпочитаем уноситься в иллюзорный мир, в котором, пускай в мечтах, но все же воплощен именно наш идеал. Раньше я как-то не анализировал подобные истории, просто наслаждался ими. Но ведь в реальности-то все получается совсем наоборот. Человек совершенно перестает работать над самим собой и все больше плывет по течению. Такие фантазии и грезы самые настоящие заменители счастья. Только живя здесь и сейчас и пытаясь развивать в себе различные добродетели и совершенствовать свой характер, можно стать настоящим героем для своих родных и близких и обрести путем своих собственных усилий, настоящее счастье. Дух одиночества, порожденный различными фантазиями, страшен еще тем, что мы легко начинаем отрезать от себя других людей. Они становятся нам ненужными, а значит мы и относимся к ним совершенно без милосердия и сострадания. Мы отгораживаемся от других столь радикально, что нам требуется больше защищать свое Я, возводить больше баррикад, больше защиты, больше оружия в кавычках, гордыни, эго и так далее. Мы живем в постоянном сражении, постоянных трениях с окружающими нас людьми. Они все хотят добраться до нас, все с нами соревнуются, все нам завидуют, поэтому наше сердце закрывается, автоматически отрезая всякое сочувствие, заботу и любовь к другим. Когда все так радикально отделены от меня, я могу причинять им боль, наступать на них, эксплуатировать их, использовать для временных удовольствия и в самых жутких случаях могу даже их убить. Мы в душе так тщательно отделили других от своей жизни, что можем дать рациональное объяснение своей ненависти к ним, оправдать свою склонность обижать их или обвинять за свои собственные проблемы. По этому поводу, кстати, вот Иисус Христос в Евангелии от Матвея, глава 5, стих 21-28, сказал следующее. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Я вам расскажу еще одну историю на эту же тему. Одна моя знакомая рассказала историю, что ее подруги как-то поставили страшный диагноз гепатит С или ласковый убийца. Эта болезнь страшна тем, что симптомы практически незаметны, а печень разрушается и человек умирает. Это означает, что нет будущего, нет счастливого конца, на который мы все рассчитываем. Сначала приходит отчаяние, а потом понимание, сколько важных дел ты еще не успел сделать. И она начала много думать обо всех, кого обижала, у всех просить прощения и прощать, чтобы не осталось ни одного человека, с которым отношения были бы не очень. В течение недели она переосмыслила всю свою жизнь, смогла во многом раскаяться. А когда она пришла к врачу на повторные анализы, то оказалось, что гепатита С нет. Был поставлен неправильный диагноз. Она не стала обижаться на врачей, так как поняла, что этот диагноз был проявлением Божьей любви. И эта неделя просто перевернула всю ее жизнь, потому что помогла переосмыслить все поступки, ценности и отделить, как говорят, зерна отплевел. Другую похожую историю, но с совершенно другим концом я прочитал в одном православном журнале. Рассказывает врач-онколог. Как-то в их больницу легла женщина с только что поставленным страшным диагнозом – опухоль головного мозга. Женщина пришла к врачу со своим неутешительным снимком. Снимок и правда представлял жуткую картину, весь мозг покрыт опухолью. Но это никак не вязалось с общим состоянием бодрой пациентки. Врач понял, что здесь что-то не так, и решил сделать повторный снимок. Оказалось, что никакой опухоли нет. Видимо, в медицинском центре или поликлинике, откуда пациентка поступила, произошел какой-то сбой аппаратуры. Женщина невероятно обрадовалась и поспешила в свою палату собирать вещи. Вот там-то и случилось искушение. Ей показалось, что у нее пропали деньги. Дело в том, что в качестве закладки в книгу она использовала тысячерублевую купюру. Этой-то дорогой закладки теперь не оказалось. Женщина искушению поддалась, вызвала врачей и устроила скандал. На шум пришел и врач. Пациентка, забыв о нечаянной радости с несостоявшимся диагнозом, возмущалась все больше и больше, обвиняя во всем персонал и врачей. Врач заметил, что лицо женщины краснеет. Видимо, поднималось давление. Он решил сходить за лекарством, чтобы заранее ей как-то помочь, успокоить, снять эмоциональный накал. Как это ни прискорбно, но он не успел. У пациентки случился приступ инсульта. Откачать ее не смогли. Это выглядит невероятным, но женщина умерла. Чуть позже уборщица нашла под кроватью тысячерублевую купюру, которая, как оказалось, выпала из книги и таким образом стала причиной скоропостижной смерти пациентки. Вот так осуждение ближних и напрасное обвинение их обернулось непоправимой трагедией. Очень большая сила заключена в настоящем моменте. Вопрос, как прожить его так, чтобы не было стыдно. Как сделать свою жизнь кристально чистой, без изъянов. От этого и будет зависеть наше счастье. Заменители счастья всегда много обещают. Точно так же, как и червяк на крючке обещает рыбке сытный обед. А в реальности рыбка сама становится обедом. Настоящие ценности, абсолютные, вечные, неизменные и обязательно приносят радость всем. Знаете, чем шутка отличается от сарказма или сатиры? Когда шутят, то весело всем. А где сарказ, то тому, на кого он направлен, совсем не весело. Так же и со счастьем. Помогая выкарабкиваться друг другу, мы и сами сможем обрести душевное спокойствие, заботясь только о себе. Мы и мир во всем мире не построим, и сами счастливыми не будем. Ну и вот пару цитат позволю себе привести по этому поводу. Без любви человек не более чем мертвец в отпуске. Несколько дат, ничего не говорящие имя. Эрих Мария Ремарк. Относитесь внимательно к каждому своему слову, действию, даже любой мысли, возникшей у вас, чтобы каждый миг жизни был наполнен светом. Преподобный Мунсон Мэн. Ну вот и все, что я хотел сказать сегодня вам на эту тему. Спасибо за внимание всем, кто слушал. Если вам нравятся мои ролики, подписывайтесь на мой канал Наблюдатель Реальности. Нажимайте колокольчик, чтобы приходили вовремя уведомления о новых роликах. Спасибо за внимание. До скорой встречи.